Шкоду Т27 И приказ по результатам выполнения которого, а именно нанести 150 тысяч урона на обоих из этих машин за 7 дней, но либо на одной, либо на второй, либо на обоих вместе, не имеет значения на какой сколько наносить, будете главное набрать 150 тысяч единиц урона и когда выполните, получите 5 мистических контейнеров. И эта же Шкода Т27, ее можно приобрести вне состава набора за 8500 голды, абсолютно лысую, голую, но вот только машина и слот в ангаре для того, чтобы ее туда водрузить. Что собой представляет машинка? Машинка собой представляет слабо бронированную СТ. Почему слабо бронированную? Потому что корпус имеет там плюс-минус 65 мм брони, да, там какая-то приведенка, но в целом как бы брони нет. Что касается бортов вообще по 40, корма даже разговаривать не будем. И что касается башни, то башня от 70 до 100, ну такими полосами снизу под сотню, дальше меньше, 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 ну и наверху вообще 70 мм брони. Короче говоря, по броне разговаривать не о чем. От башни плюс-минус как-то играть можно, но только против ЛТшек, СТшек, все остальные вас будут прошивать. Короче говоря, картон неимоверный. Чем же танчик хорош? Хорош танчик в первую очередь своим орудием. Через каждые полторы секунды вы выкидываете по 220 единиц альфы, и у вас таких 3 залпа. 194 пробития. В целом нормально, играбельно, окей, можно сражаться, можно там ТТшек где-то выцеливать, можно ПТшек разбирать. Короче говоря, все прикольно, все классно. Что самое, как бы, неудобное к этому танчику, это то, что он автоматом ассоциируется с прогой 46-й, хотя отличается, потому что у проги до зарядка, здесь до зарядки нет. И, соответственно, магазин цикличный, время перезарядки, ну, как видите, у меня там куча всяких плюх поставлено, и вот со всеми этими плюшками все равно получается 16 секунд перезарядка. Поверьте, долговато, это время надо как-то прожить, но если у вас получается, то вы опять выкатываетесь, гоняете по карте и опять выкидываете 3 снаряда по 220. Ну, и того получается 660 единиц урона с барабана. В принципе, как для танчика 8 уровня, ну, плюс-минус неплохо. И, что касается времени сведения и разброса на 100 метров, безусловно, засудим эти все вопросы в бою. Почему засудим, скажу чуть позже. Короче говоря, вроде бы цифрыки приятные, но, честно говоря, они не всегда вот как-то так вот ощущаются позитивно в игре. Хотелось бы, типа, чтобы как-то было получше. Хотя, хотя, ребят, вот сами цифры абсолютно нормальные, все окей. Сейчас, главное, закинемся в бой, там все посмотрим. Урон в минуту 2000 единиц, ну, 290, да, там, ну, хорошо, давайте будем округлять. Две 100 урона в минуту. На примере, допустим, ну, не знаю, той же самой Химеры, которая тоже входит в состав набора, либо можно купить отдельно. Здесь у нас урон 2000. Ну, короче говоря, плюс-минус по урону одинаково. Только здесь большая альфа, здесь альфа существенно поменьше, но вы можете бегать по карте, добирать недобитков благодаря 3 снарядам. Ну, короче говоря, где-то как-то пакостить врагам. По машинке у меня все. Я имею в виду по техническим характеристикам, которые можно обсудить в ангаре. Побежали в бой и посмотрим, на что эта машинка способна. И, главное, потом будем разбираться с вопросом, а стоит ли за нее отдавать 8500? И стоит ли покупать эту машинку в наборе вместе с Химерой? Если вы хотите конкретно Химеру себе взять и думаете над тем, а нужна ли мне еще там, ну, в нагрузочку, да, Шкода Т-27. Скажу откровенно, против девяток Шкода отыгрывает не очень хорошо. И всему виной вот отсутствие нормальной брони в первую очередь. Теперь давайте, как обычно, начнем с подвижности. Вправо-влево, ну, как вы видите, поворачивается танчик бодренько. По поворотливости танка вопросов нет. Так, скорость набирает вяленько. То есть сказать, что это по типу проги 46-й, нет. Все-таки прога 46-я, она, ну, более юркая. Углы склонения классные. Ну, а вот время сведения, видите, почему я говорил, что будем, ну, засудим, да, а не обсудим. Потому что есть что засудить. Мне очень сильно не нравятся танчики, в частности, орудия в танках, когда орудие у тебя перезаряжается быстрее, чем сведение. И появляется вот такое ощущение, ну, блин, чего-то ненормального, да. То есть ты вроде бы уже готов откинуть свой шот по ком-нибудь. Но у тебя это не получается, потому что тебе необходимо еще свестись. Ну, вот сейчас в этой игровой ситуации, конечно, вопросов нет. Здесь пока выцеливал, уже свелся, ну, соответственно, все окей. Но бывают вот такие вот ситуевины, в которые ты когда заезжаешь, думаешь, блин, вот сводилась бы она быстрее, я бы сейчас уже откинул, ну, еще один снаряд, еще один снаряд. Что касается точности орудия, как вы сейчас видели, орудие очень точное. На дальних расстояниях этим орудием отыгрывать, ну, прям вот радость неимоверная. Сейчас не буду подлазить под Т-95. Попытаюсь немножечко как-то поиграть по-другому, потому что против Т-95, конечно, поставить особо нечего, если не с борта шить. Ну, вот, да, вот не успел. Попробуем сейчас откинуть в Центуриона. Ну, и давайте сейчас попробуем выцелить мягкое место у Т-95. В принципе, как вы видите, пробивает орудие именно туда, куда ты целишься. То есть нет такого, что ты целишься на дальнем или на среднем расстоянии, а орудие бьет куда-то косо. Пушечка точная, ну, вот прям совсем-совсем точная. По времени перезарядки, ввиду того, что сейчас на нас особо никто не нападает и не набрасывается, перезарядка играбельная, все окей. А вот когда есть враги, которые пытаются вас разобрать, безусловно, становится играть немножечко тяжелее с таким временем перезарядки магазина. Ну, вот, как вы видите, сейчас на вот таком среднем расстоянии отбросить точно барабан на практически 700 единиц урона, да, там 692, если мне глаз не подводит. Согласитесь, довольно-таки даже комфортно получается. Ну, вот мы перезарядились. Сейчас попытаемся товарища немножечко подобирать. Против ТТшек, да, безусловно, играть нормально. Можно подзакручивать немножко, хоть и скорости немножко не хватает машинке. Ну, вот, я же говорю, в первую очередь не стоит эту машину сравнивать с Прогой 46-й. Все-таки эта машина и Прога 46-я, это абсолютно две разных истории. Прям вот совсем-совсем разных. Поэтому для тех, кто ищет себе что-то похожее на Прогу 46, это явно не тот автомобиль. Ребят, вам по другому адресу. Да, и для тех, кто захочет написать в комментариях по поводу того, что барабан можно перезарядить, нажав кнопку С английскую, либо там нажатием на снаряды. Ребят, я об этом знаю, но сила привычки, она, зараза, все равно сильнее. Я пущу сейчас, честно говоря, ВК-шку вперед, для того, чтобы не дразнить с собой ПТ-ху. Ну, а теперь начну отбрасывать по ПТ-шке свой урон, ну и, соответственно, буду прятаться от нее. Вообще, ребят, машинка толковая, машинка стоящая. Единственное, что, как я уже сказал, первое основное, что необходимо понять, что данную машинку ни в коем случае нельзя путать с Прогой 46. Она играется, ну, прям совсем по-другому. И поэтому, ребят, вам надо готовиться переучиваться играть, если у вас есть Прога 46. Соответственно, переучивать себя под игру в совсем другой стиль. Вот от слова совсем-совсем другой стиль. Так, ну ладно, брат, ты меня тогда разбирай, а я тебя буду разбирать. И вот так вот мы с тобой немножко поразбрасываемся уроном, пока наш товарищ Шершень перезарядится. Короче говоря, ребят, против каких-то девяток прям вот живучих и, ну, таких стойких, безусловно, тяжело будет отыгрывать на этой машинке, ввиду отсутствия брони. Заехать куда-нибудь в тыл, да, возможность такая есть. Но эта возможность, она не всегда реализовывается, потому что скорости все-таки не хватает. Ну, сейчас я, честно говоря, лоханулся. Ну, и Шершень тоже немножко тупил, ждал от меня засвета, непонятно почему, хотя он гораздо быстрее, чем я. Ну, да ладно. Окей, бой отыграли. Сейчас посмотрим на то, чем закончится данный бой. Поскольку вырезать и склеивать я принципиально этого не делаю. Ну, и дальше будем заценивать машинку по результатам боя, ну, и обсудим вопрос ценника на эту машину. Итак, братцы, закончился бой и закончился он ничьей. Но нас-то интересует не победа или ничья, а нас интересует заценить машину. И давайте заценивать результаты по бою. Знак классности первой степени. 3240 единиц урона. Два уничтоженных. В принципе, если бы я не высунул свою корму и меня Т-95 не вынес, то, безусловно, этот танк мог бы зарешать. Но, опять-таки, ему чутка не хватает подвижности для того, чтобы нормально закручивать. Это стоит принимать во внимание. Теперь, что касается серебрухи. Вот при знаке классности первой степени 104 тысячи серебром. Это восьмой уровень, ребят. По результатам нашей команды мы заняли первое место по урону. Я думаю, что все, что можно было сказать про данную машинку, все, что можно было показать, я сказал и показал вам. Вам же принимать решение, стоит ли вам покупать за 8500 голды данный аппарат отдельно от Химеры. Скажу откровенно, поскольку мне нравится Т-27 и мне нравится Химера, если бы у меня в ангаре не было ни одной, ни другой машины и я обладал запасом голды, чтобы приобрести два этих автомобиля, я бы обязательно взял их в составе набора, сэкономил бы косарь голды и получил бы две заветные машинки. Ну а можете ли вы себе это позволить? Безусловно, зависит от вашего кармана. Обозначу только одно. Мое скромное мнение, что 8500, если даже принимать во внимание, что типа ценник накручен и хотелось бы дешевле, то согласитесь, машинка, которая вот так играется, ну она не может стоить дешевле 8000 на сегодняшний день. Поэтому в целом, если ценник и завышен, я говорил про Химеру, что ей вот прям золотая цена была бы, вот прям суперская такая, знаете, сладкая-сладкая, как мед, 8500. Что же касается Шкоды, я бы не скидывал полтора косаря голды с ценников 8500, это просто было бы нечестно по отношению к самой Шкоде. Поэтому честный ценник 1800, ну а вот 500, как бы, знаете, так, это уже чисто если, если поторговаться, вот как на рынок, когда приходите, вроде бы и вещь хорошая, и денег у тебя хватает, и ценник, ты понимаешь, что он адекватен, но хочется хоть что-нибудь где-то выторговать. Вот так и здесь получается, где-то вот 500, окей, можно как-то попытаться что-то выторговать. А так, ну, в целом, ценник, мне кажется, адекватен. Что касается Химерки, ребят, за 10 косарей, вот здесь вот сейчас появится ссылочка на мой обзор на Химеру, посмотрите, возможно, вас заинтересует и один, и второй трактор, ну и, соответственно, тогда вы уже будете думать над тем, покупать ли в составе набора. Если вам есть что добавить или сказать, обязательно пишите в комментариях, я читаю все и всем отвечаю. Ну, а альтернативное мнение будет позитивным и интересным для тех, кто находится в раздумьях. Ну, все же не на мое мнение, да, основываться в выборе танка. Поэтому, ребят, всем большое спасибо за комментарии, за благовременно. Также можете подписаться на канал, сделайте уж большое одолжение, потратите секунду времени в правом нижнем углу, желтый шильдик, нажимайте в один клик, становитесь постоянным зрителем канала. На данный момент все. Спасибо большое за просмотр, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.